Всем привет! С вами детская из студии черепашки-рисовашки педагог Марина. И сегодня мы будем рисовать весеннюю картинку Хочу полянку с цветами. И в такой необычной технике, но пока у меня ее нет, мы с вами будем фантазировать. Вот я приготовила гуашь. Вот смотрите, вот гуашь 12 цветов. Так, открыла красочки. Вот я их уже открыла, вот они стоят. Кисточки, как обычно, для фона, тоненькая. И средняя кисточка, палитра. Так, и приступаем. Ну, давайте закрасим красивым цветом фон. Для этого я буду использовать такие же зеленоватые, желтоватые оттенки. Ну, в общем, это уже на ваше усмотрение. Сегодня я делаю так, как акварелью, практически с водичкой. Объясню, для чего нам это нужно. Можно прям с водой чуть-чуть. Ну, цвета должны быть, знаете, бледноватые. Вот желтый я взяла, но его надо взять через белый. Розоватые можно, чтобы у нас потом, когда мы с вами голубоватые можно, вот, это тоже слишком темно, поэтому я сейчас беленький сюда добавлю. Можно даже вот так водичкой размыть. У нас вот такой вот будет какое-то весеннее настроение. Фон нужно сделать такой радужный. Можно взять даже розоватый оттенок. Вот, розоватый, да, слегка. Но опять через водичку и через белый. Вот, вот какой красивый. Еще давай желтенького. Здесь у нас на этом фоне, это как бы у нас прообраз нашей полянки цветочной. Да? Такая нежная-нежная-нежная композиция. Так, давайте еще позеленее вот сюда сделаем. Угу. Внизу. Так. Ну вот, наш готов наш фон. Так. А теперь смотрите, что мы будем делать. Мы будем сейчас рисовать травушку. Травушку трубочкой. То есть я приготовила обычную коктейльную трубочку. Вот она. Так. На палитре, или можно даже не на палитре, внизу вот так зеленую делаем кляксик. У нас будет травка расти. Вот. Давайте-ка я несколько сразу клякс. Надо главное, чтобы она с водой была, чтобы мы когда, вот допустим, еще одну кляксу, так, еще давайте одну кляксу. Пока тут, потом здесь еще сделаем. Посмотрим, как у нас получится. Берем трубочку и начинаем дуть. Ох, надо сильно дуть. Причем в разные стороны можно дуть. Композиция получается непредсказуемая. Поэтому заранее не знаешь, что у тебя получится. Это же интересно, да? Вот здесь мокро, в ту сторону я и дую. Ой, удуло. Ну вот моя трехлетняя Нютка не очень справилась. Ну кое-что у нее получилось, но мне пришлось ей помогать. Ну вот опять шесть лет. И даже четыре. Дети вполне справляются. Ну вот такая вот у нас. Будем тут еще одну кляксу делать. Ну давайте еще одну, чтобы все мы тут не заполнили. Давайте вот тут еще одну кляксу. Вот сюда вот еще наше дерево. Не дерево. Зеленая-то у нас трава или цветы. Сейчас посмотрим, что получится. Если бы мы коричневый цвет взяли, у нас бы получилось дерево. Даже если у вас засохло, например, клякс, не расстраивайтесь. Еще чуть-чуть сюда же зелененько с водичкой и опять продолжаем. Ну ладно, у меня вот так получилось. Теперь приготовили наши пальчики. Берем на палитру наш зеленый. Так, тоже вот так вот намажем. Уже не обязательно с водой, просто краску. Так, макаем наш сюда пальчик. И теперь будем листочки вот так вот делать. Раз. Ой, даже вот слишком жидко. Надо погуще, а то получается уже вот тут я развела с водой. Даже лучше вот сюда вот, чтобы не нырять. Так, вот так. И вот тут вот как бы будут расти наши листочки. Чуть-чуть, видите, вот так немножко пальчик. Я не так, а вот как бы как наши веточки растут под углом. Так, сейчас еще, наверное, цветочки вот сюда, да? Посадим цветочки. Вот здесь тоже будем. Продолжаем. Сами смотрим, где нам хочется потыкать, да? Вот если видим, где-то пустенько. Раз и раз. Так, ну и фантазируем. Так. И я вместе с вами, и вы вместе со мной. Вам нравится, чем мы занимаемся? Если вам нравится, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, которое расположено под нашим видео, да? Чтобы вы сказали мамам и папам, смотрите, вышло новое видео. Так. Что-то кончилось у меня красочка. Давайте-ка еще. У нас еще впереди будет много-много чего интересного. Так. Ну все, справились с нашими листочками. Давайте-ка теперь цветочки будем, да? Цветочки будем рисовать. Можно взять палочки ватные. Но я вам предлагаю пальчиком поработать, да? Давайте пальчиком сделаем красные цветы или розовые. Ну, наверное, что-то тут. А можно даже и синенькие. Ох, какие бы нам сделать. Даже не знаю. Ну, я, наверное, традиционно что-то похожее на маке сделаю. Давайте. Ну, можно сделать любые цветы. У меня же даже глаза разбежались. Какие бы мне цветы сделать? А может быть, сделаем разные. Сейчас посмотрим. Так. Берем красный цвет и также наш пальчик. Да? Вот здесь вот я хочу три цветочка поставить. Пальчик. Только уже вот тут, смотрите, вот так повыше немножко. Раз. И чуть-чуть крутанули. Побольше, чтобы лепесток был, да? И чуть-чуть крутанули. Так. Здесь. Опа. Здесь. Хопа. Так. Так. Пока на мак не похоже. Но мы сейчас черненькую середку добавим. Так. Так. Ну, вот эта работа у нас как бы для малышей. Можно и постарше. Смотрите, сама с удовольствием можно. Давайте сделаем пять лепестков. Сама с удовольствием занимаюсь такой работой. Мне прям очень нравится. Так. Еще. Так. 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 Наверное, надо еще где-то вот тут, да? Или даже вот тут вот. Цветочек. Ну, давайте еще один. Посадим. Даже если у вас там что-то расплывается не так, ничего страшного. Мы поправим. Гоша такая техника, которая позволяет нашим цветам все исправить. Ничего страшного. Ну, берем тоненькую кисточку в черную красочку. О, где моя черная красочка? Вот, она даже не открыла. И теперь внутри, если это мак, то будем рисовать черную середочку. И заодно вот сюда вот, вот так вот вытаскивать. Угу. Так. Еще черную середочку. Ну, не обязательно нарисовать мак. Так можно нарисовать и совершенно другой цветочек. Сделаем, например, желтую середку или синюю середку. Ну, в общем, на ваше усмотрение. Да? Как вам понравится. Можно сделать несколько работ. Одну красивее других. Я вам только показываю прием, как это можно сделать. А вы уже там фантазируете на здоровье. Да? Так. Так. Теперь по нашему маку. Немножко беленький. Я всегда люблю этот прием. Капельки такие. Кое-где вот тут вот так как бы. Ну, можно где-то выделить. А можно где-то такие точечки поставить. Они сразу так заиграют. Кое-где. Можно вот так. Угу. Красивое получается. Но это тоже уже работа для деток постарше, которые хотят сделать более трудоемкую работу. Да? А маленьким достаточно просто найти интересную вот композицию. Так. И внизу нам тут чуть-чуть травки не хватает. Я хочу просто добавить. Ну, это, по-моему, и так уже красиво, да? Вот здесь просто вот уже порисовать травушку. Ну, как бы, чтобы не было пусто, да? Вот. Сейчас мы уже вот так вот решили. Вот отсюда и отсюда заполнить. Сделать еще вручную. Ну, это тоже уже не обязательно. Ну, вот какая у нас красивая работа получилась. Если вам нравится, попробуйте ее нарисовать вместе со мной. Убираю в сторону красочки. Снимаю скотч. Так. Чтобы у нас ровный край получился. А? Смотрите сейчас, как у нас... Ой! Что-то я задела. Ага. Не всегда скотч удается снять быстро. Но сегодня у меня получается это сделать достаточно быстро. Иногда вот такой он вредный-вредный бывает. Не хочет сниматься. И все. Так. Ну, вот. Наша картинка. Весенняя такая. По-моему, очень симпатичная. А вам понравилось? Ну, все. Я сейчас с вами прощаюсь. До скорых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok